В эту квартиру Василий Федорович переехал недавно, два года назад. До этого времени целая делегация заводчан в канун больших праздников, профессионального дня, юбилеев и дней рождения, навещала пенсионеров в деревенском доме недалеко от Ельска. Сегодня главный виновник торжества с радостью встречает гостей и приглашает за празднично убранный стол. Говорят, для Василия Федоровича важно, чтобы каждый гость попробовал его угощение. 90 лет для истории ничего, для человека целая череда событий. Было в жизни юбиляра разное. Самая грустная – война, на которой сражался достойно и до последнего. Встретил победу аж в Австрии. В 41-м я в парашютно-донистанском войсках был, а в 42-м году нас под Сталинград кинули. 28-й армии, 34-я дивизия гвардейская, 107-й гвардейский полк. Вот мы начали оттуда. Попал я в окружение, был, в плен попал, потом бежали мы с плена. Попал я в 18-й танковую дивизию, уже в 3-й украинский фронт. Уже не попал под Сталинград, а в 3-й украинский фронт. А у нас был командующий Сталинградским фронтом, там, 26-й армии, Ватутин и Ироненко. А тут уже я попал в 3-й украинский фронт. Был я-то Колю. Из приятных воспоминаний как раз-таки работа на НПЗ. Василий Федорович едва ли не первый водитель, который появился на заводе сразу после его запуска в далеком 1975-м. На его глазах предприятие начало работу и сделало первые существенные шаги вперед. Офравляюсь я на завод в 180-м управлении, на автокрадом работал. Три года там работал. Завод строили уже. И в 1975-м году я перешел в 180-м управлении на НПЗ. Я уже перешел на автобус, сел в газоспасательную службу. Перевели по 12 часов шоферов. Потом я попросил директора, чтобы мне так и так. Оставалось мне 2 года какой-то прийти. Знаете, я до работы, до конца разрешил по сутками работать. И я работал все время. И в 1982-м году я уже уволился. Сейчас ветеран живет один. Его навещают родственники. Однако много времени Василий Федорович коротает в одиночестве. Новый цветной телевизор в подарок на 90-летие пришелся как раз так кстати. Уходя на пенсию, ветераны НПЗ продолжают называться нефтепереработчиками. Завод старается следить за каждым своим бывшим сотрудником и на заслуженном отдыхе. Каждому пожилому человеку уважение и внимание. Это еще раз показывает, насколько серьезно поставлена социальная ответственность на предприятии. И как на самом деле работает социальный пакет. Согласно плану работы, значит у нас составлен социальный паспорт ветеранов или пенсионеров завода. Там учтены все группы инвалиды. Это те, которые ушли на инвалидность от завода. Потом инвалиды, которые получили инвалидность в процессе уже жизни на пенсии. Так, общие пенсионеры, одинокие, одинокопроживающие, нуждающиеся в дополнительном внимании, это лежачие, больные. Все это учитывается и, конечно, мы их всех, тех, кого нужно, посещаем на дому обязательно. А ко всем праздникам, День пожилого человека, День инвалида, проводятся для них вечера с концертами, с угощениями. В общем-то, не забывают. Отдельно ведется серьезная работа и с бывшими сотрудниками завода, ныне пенсионерами и участниками военных действий. Сегодня их осталось немного. Трое ветеранов Великой Отечественной и восемь узников. Эти люди на особым счету. В их числе и юбиляр Василий Федорович. Вот собрались все и поехали. С подарком, с тортом, с цветами. Мы сами убедились. И так не только к нему. Поэтому максимум, какое можно внимание уделить пожилым людям, оно уделяется. Посещаем больных, помогаем найти лекарства нужные или привезти врача какого-то. Я считаю, что на нашем заводе, администрации завода и профсоюз уделяют этому очень большое внимание. Люди благодарны этому. Потому что я участвовала в семинарах городских, как там работают и в районе. Все работают с ветеранами. Но, мне кажется, самое большое внимание оказывается у нас на заводе. Мозорский НПЗ – предприятие с современной системой управления. Здесь обеспечивают хорошие условия труда и высоко ценят не только теперешних сотрудников, но и бывших работников. Внимание и поддержка пенсионеров – хороший пример работы с кадрами. Катерина Булатецкая, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозорь».